Обратимся к принципу смортирования, к принципу абстракции. Феат есть любое свойство. Важно такое свойство множества. То есть феат х, пускай ему такое свойство, что х не является своим элементом. Ну, вообще-то, какой-то может и не возьмите, как правило, этим свойством это может обладать. То есть может натуральных числ взять, конечно, в основном, что не является натуральным числом. Ну, а какие множества как бы обладают? Посмотрите, а возьмем в качестве свойства феат есть свойство быть множеством. Х множество. А по принципу абстракции существует множество тех объектов, которые в свойствах обладают. То есть существует множество всех множеств. Но это и является своим элементом, правильно? Ну, вот это так. То есть что это, ну, как бы... С нарядочкой зрения, такие множества бывают. Ну, большинство не такие, но и такие тоже бывают, которые этим свойствам не обладают. Ну, и теперь найдем такое. И так, потому что абстракции существует множество тех х, что х не принадлежит х. А вы знаете, что множество буквы и т. Ну, это значит, что для его множество х выключить х, когда и только тогда, когда х не принадлежит х. Ну, вот это очень сложно, да? Этот для его множество х выключить. А теперь в качестве х войдем т. Что же множество? Получается х войдем т, когда и только тогда, когда т не принадлежит х. Ну, это явное противоречие, из этого утверждения не могло быть одновременно исти. Ну, и вот с этого же парадокса в теорию множеств и начался третий кризис основания математики. Кризис основания математики, у которой считается, что он непредален до сих пор. Непредален до сих пор. Ну, и когда возникает кризисная ситуация, то возникают два вопроса. Во-первых, кто виноват, и что делать? Ну, что делать? В первой группе вопрос, опять вот. То есть была непредаленда деятельность, и ответ на что делать? А что делать? Предложено строить теорию множества не наивным способом, ну, с обычным принятием множества, а аксиматическим. То есть сформулировать те, зафиксировать те принципы, которым подчиняется понятие множество. Это было сделано сотрудником Кантера, немецким математиком Церменом, и эта работа была в 1068 году опубликована. Значит, что там происходит? Ну, там, есть аксиомы, которые там, значит, там, постулируют, скажем, существование пустого множества, существование пары множества и так далее, это все. Ну, что главное? Главное, если интересно, что происходит с принципом абстракции. То есть принцип абстракции, аксиматическое теорию множества и так далее, заменяется на аксиомы выделения. Аксиомы выделения. Например, следующим образом, что, опять же, пускай у нас есть произвольные свойства. У нас, во-первых, теория у нас есть, помнишь, у нас есть произвольное множество, и что кроме множества? Это свойство множества. Вот. И пускай дано какое-то множество А, существование которого уже доказано на основании аксиомы теории множества. Такое множество А. Ну, тогда существует множество тех объектов Х, которые принадлежат А, И, значит, И, обладают свойствами Ф. Иными словами, что-то одно какое-то свойство ФИ от Х, то мы образуем множество объектов, значит, Но мы не вообще добсюду собираем эти объекты, которые созданы, а только те, которые лежат в множестве А, которые у нас уже построены. Ну, кстати, скажем, натуральный ряд, там есть просто одна из аксиом теории множества Ф. Цермена, она как раз постулирует существование натурального ряда. То есть сообразие натуральных числа, это, значит, все. Теперь посмотрим, что происходит с парадоксом Рассела и такой аксиомы. Ну, опять же, то же самое свойство. Тогда что получается? Ну, это множество, там, ну, не Т, пускай, а просто С образует, да? Ну, множество тех Х, что Х нежит А, и Х нежит Х. Мы получаем, что Х и С тогда и только тогда, когда Х нежит А, и Х нежит Х, и Х нежит Х. Мы поставим для любого множества Х, поставим вместо Х, С. То есть С дружит С, тогда и только тогда, когда С дружит А, и С не дружит С. И тут никакого парадокса нет, но противоречий нет. Отсюда получается здесь вывод только такой, что С не принадлежит А. Потому что если С принадлежит А, то тогда будет противоречие, да, если это истинно. А если С не принадлежит А, то это ложно, тогда если на самом С не принадлежит С, это тоже будет ложно. То есть если бы С принадлежит А, ну и все равно С принадлежит С. Понятно? То есть мы не противоречий получили, а получили некоторый факт про это множество. Это что касается ответ на вопрос, что делать. И на самом деле отсюда и пошла для современной математической логики. Потому что, с одной стороны, да, мы фиксировали аксиомы, но там известный парадокс не проходит, а где гарантия, что нет противоречий более сложных, более замаскированных где-то, которые тоже обнаружены на самом деле. Ну, поэтому, что уже для самих математиков стала проблема, надо доказать, что в аксиоматической теории множества нет противоречий. Вот отсюда и возникло. То есть математики были вынуждены заниматься изучением рассуждений математических. То есть надо было доказать, строго математически, что из аксиом цармело, скажем, нельзя логическим путем прийти к двум противоположным выводам. К двум результатам, что в двух предложениях теоремы, которые предоставляют друг друга. Отсюда возникла современная математическая логика. То есть темное, что это занимает лечение, это математическое рассуждение. Но математических не нет. Продолжение следует... М gods мне казалось.